Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев, это проект Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Points. Урок номер 76. Давайте в этом уроке начнем рассматривать правила. Так как это самые важные настройки, я считаю, без них дальше двигаться нет смысла. Начнем сначала с правил. Эти правила находятся, вот она первая кнопочка, правила. То есть, заходим в компоненты, и вот Alpha User Points и правила. Здесь уже все правила есть, существуют. То есть, самые такие банальные правила, какие могут быть на Joomla, они здесь есть. Просто они все, практически все отключены. Давайте посмотрим. Хорошо, что компонент на русском языке, и у нас в этом сложность не возникнет. Тут все понятно. То есть, смотрите, правила разделены на ячейки, по клику, по названию правила. Мы можем зайти внутрь правил, чтобы настроить под себя данные правила. Также есть массовые действия. Вот чекбоксы отметить все или по одному. И тут какие-то можно сделать действия. Копировать, изменить, удалить правила. Снять с публикации и так далее. Дальше, что у нас здесь есть? Уровень пользователь. Дальше плагин. Описание. Из описания. Вот как раз-таки понятно, что это за правило. Сразу баллы. То есть, за что награждаются. У нас пока везде ноль стоит. Где-то есть такие правила, где идет процент. Это мы позже рассмотрим все. Дальше. Уведомлять по email. Истекает. Если стоит прочерк, значит, баллы не истекают. То есть, начислились баллы пользователю. Так оно и останется. И вот оно опубликовано. И автоматические утверждения. Если мы кликнем, вот наведем мышь на эту звездочку, то в всплывающем окне будет написано «Снять автоутверждение». То есть, просто кликнем, и это снимется. Если кликнем еще раз, восстановится до первоначального состояния. Также здесь. Если правило, например, у нас настроено, мы можем прямо отсюда его опубликовать, кликнув вот по этому красному кружочку. И давайте начнем настраивать с первого правила. Я считаю, что это достаточно интересное правило. Больше подойдет, если вы хотите, то есть, вы ведете блог на своем сайте Joomla, и вы хотите, чтобы ваши пользователи, как можно больше пользователей, прочитало вашу статью. И вот здесь из описания понятно, да? Присвоение баллов автору за прочтение его статьи. Соответственно, кто-то должен прочитать статью. Конечно же, пользователь должен быть зарегистрирован. Иначе, как обозначить этого человека, и как ему начислить баллы за это? После настройки всех баллов вы можете потом либо вручную создать страницу и вывести правило, например, для пользователей, чтобы они знали, за что начисляются баллы. Или, если вы хотите скрыть это, чтобы они не знали, за что начисляются, чтобы избежать каких-то накруток баллов. Можете не выводить. Здесь уже на ваше усмотрение. Мы позже об этом еще поговорим. Итак, давайте зайдем внутрь правила. У нас здесь имеются вкладочки. Сейчас мы пройдемся. И давайте настроим вот это первое правило. Идет у нас, значит, первое ID. Здесь, в принципе, обращать внимание не на что. Категория. Также мы это не трогаем. Название правила. То есть у нас правило, оно существует. Просто мы можем как-то его поднастроить под себе. То есть оно у нас по умолчанию отключено, оно не будет действовать. Нам самое первое, что нужно сделать, это его включить. Значит, тип плагина система. Уникальное имя функции. Это мы не обращаем внимания. Уровень пользователя. Показывает все уровни доступа. Пока, в принципе, оставим как есть. И вот ответственный момент. Сколько вы хотите начислить баллов за прочтение вашей статьи на сайте? То есть как понять прочтение статьи? Смотрите, мы же не можем проконтролировать, что он действительно будет ее читать. Я полагаю, что балл начислятся за то, что он нажмет на кнопку «Подробнее». То есть когда он попадает в полную развернутую статью. Мы сейчас создадим тестовую статью и проверим, как это работает. Давайте начислим один балл за прочтение статьи. Дальше. Важный момент. Здесь вот ниже поле «Истекает». При наведении можете почитать описание также на русском. Если хотите какое-то правило, а в данном случае именно это правило за прочтение статьи, чтобы этот балл у нас истекал, то здесь можно кликнуть на календарик и выбрать дату, когда балл будет снят у пользователя. Именно за это правило. Но я не буду убирать, чтобы он истекал. Ниже, кстати, можно выбрать по дням. Даже годы. Десять лет можно выставить. Это все, что касается истечения баллов. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Дальше. Дисплей «Активити». То есть выводить на дисплее активности вот это правило. Это мы позже с вами рассмотрим. Когда будем проходить пункты «Меню», я затрону этот момент, пока мы, в принципе, оставим как есть. Вот важный момент. Опубликовано. Выставляем в положение «Да». Включаем это правило. Автоматическое утверждение «Да». Здесь такой момент мы можем поставить на модерацию. Это начисление баллов именно этого правила. Мы будем видеть в админке статистику, каждый день заходя, за что кому начислилось. Это нужно, например, если где-то может быть производена накрутка. Если вы видите, что человек накручивает баллы, то можно просто заблокировать этого человека, чтобы он на сайте больше не присутствовал. Позже мы этот момент рассмотрим. Здесь оставляем автоматическое утверждение. Дальше. Метод «Всякий раз» по умолчанию у нас стоит. «Единожды для пользователя». То есть, как я понимаю, что человек прочел вашу статью, и в следующий раз он, когда придет читать ту же самую статью, баллы ему не начислются. Но я тестировал этот момент, у меня почему-то все равно баллы начисляются. Я тестировал, конечно, не для этого правила, а интеграции с Кунена. Там есть такое правило. По нажатию на кнопку «Спасибо» на форуме Кунена, потом там есть такая возможность снять «Спасибо». И когда я снимаю «Спасибо», вновь нажимаю «Спасибо» на тот же пост, все равно начисляются баллы. Поэтому здесь какой вариант? Здесь у меня ничего не сработало почему-то, но я поставил там автоматическое утверждение. Я поставил «Нет». Пока я сам не промодерирую вот эти баллы за «Спасибо» кнопку на форуме Кунена, этот балл не будет приписан пользователю. Поэтому здесь можно выставить «Единожды для пользователя». Проверим, как это здесь сработает или нет. Еще есть одна тут опция «Link Up». Здесь пока ничего нет. Здесь позже также рассмотрим, зачем это нужно. Давайте сразу настроим уведомление. Можно еще сделать так, чтобы уведомлялось о начислении баллов. Отображает сообщение «Да, нет» стоит «Да». Сообщение. Следующая вкладка у нас «Уведомления». А это у нас идет оповещение. То есть во фронтальной части сайта. Вот здесь в описании все написано. Сейчас также посмотрим, как это работает. Можно использовать переменные. Вставив вот в это поле, например, в фигурных скобках «Юзернейм». Там будет подписываться, если мы вставим этот юзернейм, будет подписываться имя пользователя перед сообщением. Дальше. «Уведомления по e-mail». Также можно уведомить пользователя на e-mail, который он использовал при регистрации. Что ему начислили баллы. Давайте включим, посмотрим. «Тема». Вы можете использовать следующие переменные. Также можно подписать. Давайте просто напишем баллы. Посмотрим, придет ли сообщение или нет. Дальше. «Текст сообщения». У нас имеется редактор. Можем как-то оформить. Вот здесь вот ниже. «Формат сообщений. HTML». Выбираем. Если хотим использовать графику. Картинки. Там заливка цвета и так далее. То есть прямо сюда мы можем загрузить изображение. Как в обычную статью в Joomla. Например, вот изображение. Просто вставлю свою фотографию. Посмотрим, как придет HTML-письмо. И отправить копию администратору. Давайте тоже поставим, да, проверим, как работает. Нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Первое правило мы настроили. Смотрите, у него статус поменялся. Здесь опубликовано. Видите, вместо красного кружочка здесь такая галочка стоит. Значит, у нас оно опубликовано. Уведомление по e-mail подставляется здесь иконочка e-mail. Это говорит о том, что мы в этом правиле настроили, включили точнее e-mail оповещение. Итак, у меня уже есть созданный тестовый пользователь на сайте. Я сейчас попробую авторизоваться с помощью тестового пользователя. Все, я вошел на сайт. Вот есть статья под названием «1». Вот кнопка «Подробнее». По идее, после нажатия на кнопку «Подробнее» этому пользователю, Федор, должно начислиться 1 балл. Я извиняюсь, не совсем вник сообщение. Смотрите, присвоятся баллы автору. То есть я админ, автор поста. И пользователь, если зашел, прочитал мою статью, баллы начисляются мне, как автору статьи. Вот здесь нужно это понимать. И у нас ничего не сработало, потому что здесь, то есть баллы не начислились. Потому что здесь немножко я неверно настроил правила. Давайте посмотрим, почему. Зайдем внутрь правила. Здесь обязательно нужно выставить уровень пользователя. То есть обычные уровни пользователя зарегистрированные. То есть мы выбираем здесь «Регистрат». С другого браузера я зашел, авторизовался как пользователь. Просто нажал на кнопку «Подробнее». И обратите внимание, сразу в общей админке Alpha User Point, вот здесь в общей статистике, сразу показано общее количество баллов. То есть сообществом, не только мои, когда будут баллы получены и другим пользователям, здесь будет общая статистика. Сейчас назначен только один балл за прочтение статьи. И вот этот балл вы видите здесь. Дальше. Если перейдем в участники, здесь будут все ваши пользователи. Я как админ, вот видно админ супер юзер. Вот баллы. И видно, что здесь единица появилась. А было тоже по нулям. То есть все работает, правило это работает. Балл мне начислен. Также из админки очень удобно вот здесь вот справа смотреть вот эти ссылки. Смотрите, лучшие. Здесь будут ваши лучшие пользователи. У меня просто всего их четверо. Здесь вот сразу видно баллы. Все по нулям, кроме меня. Только что я заработал за прочтение статьи. Дальше. Последняя активность. Также здесь видно и время. Две минуты назад. За что? То есть читатель автору назначил за прочтение вознаграждения в виде одного балла. Вот здесь это видно. У остальных все по нулям. Ожидают утверждение. Это когда у нас правило... В правилах есть настройка после модерации. Мы пройдем с вами этот момент. Позже разберем. Также мы с вами еще не вывели страницы, где мы можем удобным способом наблюдать через фронтальную часть сайта, за что начислено. Но мы это всегда успеем сделать. Самое главное по порядку сейчас разобрать все кнопочки замечательного расширения Alpha User Point. И вот, кстати, момент. Смотрите. Я протестировал. Вот этот момент работает. Здесь обязательно выберите единожды для пользователя. Эта настройка будет в каждом следующем правиле. Следующее правило, которое мы будем настраивать, здесь также мы сможем настроить. Я попытался вот с такими настройками единожды для пользователя несколько раз нажать на кнопку подробнее в статье. И баллы не начислились. То есть начислились один раз, один балл и все. То есть так оно и должно быть. Если вы не хотите, чтобы была какая-то накрутка, то лучше здесь выставить вот так. Потом, если оставить вот так без изменения, я также попробовал, нажал на кнопку подробнее несколько раз. И баллы начислились на одну и ту же статью. Это можно видеть вот здесь вот. Читать автору, читать автору. То есть два раза я кликнул и вот оно. И здесь вот видно два балла. Супер юзер и вот два балла. То есть учтите этот момент. Если вы хотите, чтобы срабатывал для одного человека вот это правило. или любое другое правило только один раз, то обязательно выставите то, что я вам посоветовал. Что касается уведомлений, действительно уведомление пришло. Мне как администратору. Вот вы видите фотография в HTML. То есть письмо, картинка приходит. Единственное только не пришло письмо пользователю тестовому, который прочел статью. Хотя вы помните, мы настраивали так, чтобы отправилось письмо и мне, как администратору и пользователю. Возможно, это связано с тем, что баллы начисляются здесь именно автору статьи. Поэтому письмо не приходит тем, кто его читает. Возможно, я ошибаюсь. В будущем мы будем также тестировать на других правилах отправку email уведомлений. И помните, я в уроках про Кунена рассказывал по поводу уведомлений на email, что адрес email в качестве отправителя, то есть главный адрес email, который находится у вас в настройках, главных настройках Joomla, не должен быть mail.ru. Об этом я уже говорил. Иначе письма вообще не будут к вам приходить. Имейте это в виду. На этом уроке я ставлю паузу. В следующем уроке мы обязательно продолжим с вами настраивать другие правила. Если для вас урок был полезен, ставьте, пожалуйста, лайк, палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.